Челы, заходите на стримы. Славься, Агнец! Тебе дарована великая сила, чтобы освободить того, кто ждет в небытии. Но берегись за клания, ибо корона не может возлежать на двух головах. Заклания? Фу, дзэйфук. Так, это я. Приколдесик вот такой вот. Пушистенький. Что-то негодует, ребята. Нельзя сюда? Окей, I guess, мы должны пройти по этому мосту. Меня в жертву, что ли, сейчас будут приносить? Разработчик Мессив Монстр. Походу, сейчас меня разрежут на куски и принесут в жертву во славу сатане. Посмотрите на этих демонов. Да, у меня руки связаны сзади. Какой-то палач сбоку стоит, огромный. Встать на колени. Он очень негодует. Придется спониться. Много лет ушло на то, чтобы выследить и предать топору всех ягнят в этих землях. Настал час последнего жертвоприношения, после которого уже никто не сможет исполнить пророчество. Еретик, заключенный в небытии, останется в вечном плену. Древняя вера будет сохранена. Казнить нельзя помиловать. Это все? Это рай? Не похоже на рай, если честно. Похоже на какой-то лимб. Тот, кто ждет. Подойди ближе, не бойся. Тебя изгнали из мира живых, но твой путь еще не закончен. Эти скудоумные епископы думали, что казнь помешает нашей встрече. Однако же они отправили тебя прямо ко мне. Я верну тебе жизнь, но с одним условием. Ты создашь религию в мою честь. Договорились? Конечно. Да. Конечно. Культ овзе лэмб. Я воскрес, ублюдки. И у меня есть меч. Я могу уклоняться. И рубить вас. На часть. Хай. И это все на что вы способны, ничтожные еретики? Слушай, ну даже геймпад пока что не ведет себя постыдно. Ага. И вот у нас появляется такая глобальная карта, да? С переходом по локациям. Крысау. 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 Ну, я так же, упомясь. Какого вообще? Крысау. Ага. Крыса. Открыть сумку. Что это за кнопка? Наверное, вот это. Деньги. Монета. Денежный знак, который используется для самых разных их целей. Пища. У вас еще нет предметов. Запасы у вас еще нет предметов. Так, давайте пощекаем еще инвентарь наш. Ягненок. Меч завоевателей. Верный товарищ многих странствующих воинов. Клинок с хорошим балансом. Урон 1.1, скорость 1. Найс. Руно ягненка. Одеяние для того, кто ведет за собой. Не дает преимуществ. Всякие какие-то заблокированные штуки. То, что мы сможем потом, видимо, открыть, да? Поселение. У вас нет последователей. Доверяешь парню по имени Крысау? Думаю, что у меня пока что нет особого выбора. Кому доверять, а кому нет. Какие-то взрывающиеся пусть синички. Так, ну копятся монетки. А есть что-то типа карты на уровнях или нет? Можем вернуться назад и почекать, что было здесь. Слово, игра не слишком ли громкая, ребят? Могу. Так, пока что никаких лутабельных предметов, кроме сундуков, нет? Так, это что, это босс? Нет, это проход к следующему этапу. О, нет, тут режут кого-то. На нашем пути возникло неожиданное препятствие. Посмотри, сейчас принесут в жертву еще одно несчастное существо. Спаси его. И ему придется присоединиться к тебе. О, всемогущие епископы древней веры, примите эту убогую душу. Эй, кто посмел прерывать наш ритуал и вторгнуться в священные земли? Ну я, и че? И че вы мне сделаете? Ну я посмел. Ага, щацу. Там что-то было слева, кот в кустах. Кот в кустах оставляет пожертвование у тотема. Спасти. Филайтмен, спасибо огромное. Вот это пожертвование у тотема действительно весомое. Так, летс гоу. Ну мы освободили этого чела. Теперь он будет, видимо, в нашем... В нашей деревне. Мы в безопасности. Можешь вздохнуть спокойно. Алая корона позволяет перемещаться на большое расстояние с помощью таких рисунков на земле. Ты перенесешься туда, где когда-то стоял мой храм. Там ты взрастишь новый культ. До встречи. Ладно. Вернуться в поселение. Летс го. Еретики побеждены. Эта земля очищена от безбожников. Плюс... Вы получили плюс 50 новых предметов за поход без урона. Ммм, кайф. Добро пожаловать в нашу деревню. Выбор уровня сложности. Уровень сложности в любое время можно изменить в меню настройки. Окей. В этой игре есть уровень сложности. Фак. Рекомендовано тем, кто хочет отдохнуть в игре. Рекомендовано тем, кто ценит во всем баланс. Рекомендовано разработчиками. Рекомендовано тем, кто хочет испытать себя. Рекомендовано тем, кому себя не жалко. Я не знаю. Написано, что уровень сложности можно изменить в любой момент. В меню настройки. Может быть попробовать сразу наивысшую? Что думаете? Да, я думаю, почему нет, если можно изменить. Эта священная земля раньше принадлежала мне, но теперь она твоя. Здесь, на руинах былых надежд, тебе предстоит основать свою религию. Впереди много работы. Всех, кого ты проведешь, нужно будет обучить и посвятить в последователи. Попробуй. Последователи могут собирать за тебя материалы. Прикажи этому рубить бревна или добывать камень. Так, ну давай, братик. Пора работать. Пощады. Ну же, высшие силы. Дайте кому-нибудь наставление. Идти копать руду. Итак, человек с ником Джайкс Рус. Выигрывай. Добро пожаловать в поселение. Идет создание последователя. Ага, то есть он теперь сам создает что-то. Я так понимаю, или что? Так, он создал. Смотрите, он ктулховец. Ктулхианец. Такие вот ушки у него причудливые. Щупальца. Кайф. И весь он розовенький. Потрясающе. Особенности. Последователь выздоравливает на 15% медленнее, когда болеет и находится на лечении. Капрофили. Вы получаете 10 единиц веры, когда последователь заболевает. Тут и откроется страшная правда о некоторых из нас, ребят. Ну что ж, мы принимаем наших последователей такими, какими они перед нами предстают. Лекс Рус. Так. Ну, пускай рубит бревна, наверное. Из бревен соорудит туалет деревенский. Скоро это место станет сосредоточием силы. Только помни, что твои последователи не могут жить одними молитвами. Им нужно что-то есть. Сибири нужные материалы и поставь в походную печь. На ней можно будет готовить пищу. О, Господи Иисусе. А можно как-то убрать эти оповещения слева? Типа они постоянно будут сообщать нам о том, что... Так. Строить. Нам нужно 5 древесины, 5 бревен и 2 камни. Собрать ягоды. Ну, я тоже как бы буду работать. Че? Я хоть и хозяин этой фермы, но поработать я готов. Смотрите, наш братик уже там срубил что-то тоже. Камень добывать. Кайф. Так, построим. Теперь забабахаем. Походная печь. О, ну тут, кстати, много всяких приколдесов, которые можно построить. Причем есть всякие украшения, вера, последователь. Давайте. Ну, допустим, поставим ее просто здесь. Строить. Вашим последователям нужно есть, а обеспечить их едой можете только вы. Уровень сытости в поселении обозначен в левом верхнем углу экрана. Когда значок становится красным, ваши последователи могут умереть от голода. Ищите ингредиенты для блюд в походах. Прокладывайте путь через места с соответствующим значком. Создавайте участки земли, чтобы собирать на них урожай. Семена можно найти в походах или приобрести. Так, ну допустим, мы пока соберем давайте ягоды. Слушайте, это прямо такой симулятор фермы, скрещенный строгаликом получается. Надо что-то запахать. Ягодный джем. Простое блюдо из ягод. Последователь мгновенно испражняется с вероятностью 15%. То есть можно продрестаться так. Лихо. Нормально. Готовим. Эээ. Йеп. КВТшечка даже была. Теперь нужно построить алтарь. Но для этого потребуется больше последователей и монет. Тебе придется совершить поход в земли древней веры. Наш с тобой благодатель. Тот, кто ждет. Находится в плену у четырех епископов древней веры. Каждый из них охраняет цепь, удерживающую его в небытии. Мы узнали, как проникнуть в их владение. Твоя задача найти и убить их, чтобы освободить того, кто ждет. Иди же. В лесах ты отыщешь монеты и добровольцы. А тех, кто не склонится перед тобой, ты поставишь на колени насильно. Жестко. Кого поставить на колени насильно, чат? Последователи оставляют здесь материалы в ваше отсутствие. Понял. Первая дверь зеленая. Здесь была пролита кровь бога. Здесь смерть больше не желает ждать. Нормально. Паучья локация будет какая-то осенняя. Ну и, конечно, затопленная. А здесь, судя по всему, финал. Let's go. Опа. Смотрите. Лекс Рус помолился. За открытие дверки. Кайф. Чаще. Меч завоевателей. Урон 1.2. Урон-то подрос немножко. Этими землями правит епископ Леший. Те, кто нарушает законы древней веры, будут стерты в пыль. Ну, погнали смотреть. Так, игра стала сложной, если еще не забывайте. Ага. Ну, у меня всего одно сердечко. Я думаю, что меня просто ваншотнут в случае чего, да? Кстати, появилась мини-карта. И она находится прямо за моим лицом. Здорово, мужики. Ого. Тихо. Не свирепкуйте. Так, что-то здесь у нас такое. Клонок. Славься, Агнец. Тебе дарована великая сила, чтобы освободить того, кто ждет в небытии. Так сказали мне карты много столетий тому назад. А может, это еще не свершилось? Я испокон веков раскладывал твои карты. И все же, сейчас это случится впервые. Взгляни на эти карты. При каждой встрече я буду вытаскивать еще одну. Вытащенные мною карты дадут тебе силу. Какую силу? Знакомую и неожиданную одновременно. Карты выберут сами. Влюбленные. Предложение сердца равносильно клятве верности. Стоп. Синие сердечки? Isaac reference? What the fuck? Шит вера. Вы можете не получить урона от вражеской атаки с вероятностью 10%. Давайте попробуем синие сердечки. Посмотрим, что это такое. Может, это работает как вазики прямо. Еп. Ага. Сейчас. Разбежались. А что за мрак? What the fuck? О, нет. Что же это? Тебя предали топору, как и у всех твоих сородичей. И все же ты стоишь сейчас предо мною. Корона? Его сила? Неужели? Неважно. Я все равно сильнее. Беги, пока не поздно, маленький ягненок. И сам вздриснул. Ну что за лузер? Говорит, беги и сам вздриснул. Окей, здесь примерно такая система золотой саморода плюс 27, что когда ты бьешь противника, он станлочится и не может ничего делать. То есть, по сути, вроде как можно фейс-ролить обычных врагов. 15 монет. Кайп. Например, не сейчас. Так, это еда? Это какой-то ларек, я так понимаю, да? Может быть, это магазин с продажей еды? Или что-то типа того. Но надо проверить, я считаю. Чтобы сразу понять. Ракшаса. Меняю еду на душу. На твою бессмысленную душу. Мясо. Извиняюсь. Окей, что если я возьму мясо? Мне просто дали мясо? Не смей даже пальцем ее касаться. Ладно. Я думал, меня сейчас аннигилируют. Пора уходить отсюда. Деньги копятся пока что. Потихонечку. Кто притаился? Так, немного бревен. Естественно, мы как эксперт в рогаликах будем исследовать всю карту. Так, вообще этот значок выглядит странно как-то. Давайте сначала сюда сходим. Важная кубрака. Мастерское фехтование. Вы наносите в 1.2 раза больше урона оружием. Вы можете нанести критический удар с вероятностью 10%. А что есть критический удар, интересно? Знать бы, что такое критический удар в понимании этой игры. Он типа в 2 раза больше урона наносит или во сколько раз? Ну типа в 1-2 раза каждым ударом звучит не так прям плохо, да? Наверное, мы возьмем гарант. Так, здесь будет босс. Что-то похожее на мини-босса. Ты кто? О боже. Насколько ты мразота? Ты мразота большого размера. Потому что ты призываешь миньонов. Тот, кто призывает миньонов, автоматически мразотой становится. Надо ее хуярить, наверное. Тихо. Это все? Ничтожно? Обряд. Пощады. Я хочу присоединиться к тем, кто чтит культ Ягненка. Последователь ожидает обучения. Добро пожаловать в наш культ. Так, я не знаю, что такое золотые самородки. В контексте этой игры. Ценный это ресурс или нет? Но черт выбери, это золотые самородки. Кто вообще не выберет золотые самородки? Плюс еще бабки. Так, одна четвертая. И че? Вернуться в поселение? То есть мне нужно эту локацию пройти еще три раза. Я правильно понимаю? И здесь будут, видимо, другие боссы. То есть суть в том, что, чтобы убить основного босса, мы должны пройти локацию четыре раза, убивая мини-боссов. Судя по всему, да? Ну, это прикольный концепт. Нормас. Плюс 50% за поход без урона. Кайф. Итак. Рад, что тебе удалось не только вернуться, но и привезти кого-то с собой. Твоя паства растет. Давай обучим новичка правилам и продолжим работу. С удовольствием. Пощады. Набор последователей. Итак. Wellwisher7 побеждает, ребята. Wellwisher7. Так он стал волчонком. Серым волчонком. Давайте посмотрим на его особенности. Доверчивость. Последователи получают уровни на 15% быстрее. Крепкое телосложение. Последователь выздоравливает на 15% быстрее, когда болеет и находится на лечении. Твердая вера. Последователь выражает преданность на 15%. Блин, хороший чел такой, смотрите. Прям в стойке, солидный. Отличные трейты. Ну, естественно, мы пойдем добывать камень. Направим добывать его камень. Чтобы камень он дал. Последователи могут работать или молиться. Молящиеся последователи выражают преданность, которую ты будешь поглощать. Преданность должна где-то накапливаться, и для этого тебе нужен алтарь. За 30 монет. Мы много накопили денег, поэтому легко сейчас построим. Поехали. Разместить. По центру, да? Благословленный день. Теперь последователи смогут молиться тебе. Я направил сюда нового последователя. Поручи ему молиться у алтаря. Поглощай преданность, которая накапливается в алтаре. Она дарует тебе откровение. Бесплатно? Еще один последователь? Пощады. Ну, погнали. Итак, Кронос 5. Кронос 5 получает. Великое благо. Великий дар спускается на Кроноса. Он благословляется, чтобы служить в нашем поселении. Вот такой вот дружочек. Смотрите, уши летучей мыши. Ктулхианская борода. Кайф. Так. Капрофильчик. Материализм. Вы получаете веру, когда строите хижины и шатры. Кайф. Молиться. Отправить выражать преданность у алтаря. Так. Преданность ваших последователей накапливается в алтаре. Поглощайте ее, чтобы получить откровение. Если алтарь заполнится, молящиеся прекратят поклонение. Поглотите преданность, чтобы вернуть их к молитве. Угу. Получив откровение, откройте новые постройки для поселения у алтаря. Кайф. Так. Ну смотрите, там полоска сверху наполнилась. Это мы можем взять? Опа. Полученное растение в горшке. Красивое растение в горшке. Охренеть. А почему значок твича был? Требуется храм. То есть мы не можем его сейчас построить даже, да? Wait, what? Получен облик последователей. Вашим последователям теперь открыт еще один облик. Мне кажется, чуваки, вы столько наскидывали наград, что теперь, черт побери, мы все награды откроем сразу. Хотя нет, полоска пропала. Получить кам. Посмотреть улучшения. Храм. Здание, в котором нужно читать проповеди и проводить ритуалы. Требуется одно откровение. Тотемные пожертвования. Ноль из десяти. Получить награду. Опа, дровесина. Так. А, ну, кстати, смотрите. Нормас. Нормальная тема. Здесь ресурсы будут еще даваться. Так, давайте кам получим. И изучим храм. Участок земли. Спальный мешок. Нужно четыре штуки открыть, чтобы... Видимо, мы перешли на новый уровень, да? Донатьте больше. Нам нужны награды. Так, ну что, давайте храм построим. Здание, в котором можно читать проповеди и проводить ритуалы. Поехали. Давайте его куда-нибудь сбоку поставим, да? Можно вот, кстати, убрать что-нибудь отсюда. Ммм. Ну, давайте как-нибудь вот так поставим. И будем прям прижимать. Хотя пофиг, пускай здесь пока стоит. Я думаю, если что, можно будет потом повернуть. Я думаю, если что, можно будет потом переставить. Так, кто-нибудь хочет помочь мне построить это? Кто же строит храм в углу, надо по центру? Не, по центру алтарь стоит. О! Храм это сердце твоего поселения. В нем ты будешь читать проповеди, чтобы становиться сильнее. И проводите ритуалы, чтобы влиять на умы своих последователей. Твой долг укреплять веру паства. Если вера ослабнет, твои последователи станут инакомыслящими, а потом покинут тебя. Они готовы выслушать твое послание. Докажи, что тебе по силам вести их за собой. Войди в храм и прочитай проповедь. Так, нам, кстати, жрать еще не надо, нет. Читайте проповеди и передавайте алой короне силу своих последователей. Все, все в храм! Слушайте, мои верные слуги! Сила в пастве. Вера последователей делает вас сильнее. Черпайте у них жизненную силу во время проповедей, чтобы открывать новое оружие, способности и проклятие. Чем выше доверие последователей, тем больше преданности они выражают, и тем быстрее вы открываете способности. Найс! Мясо! Сила сердца верующих. Вы получаете половину сердца навсегда. Все довольны, все счастливы. Я могу прочитать только одну проповедь в день. Ага. Прекрасная проповедь. Ты обладаешь всем, чем славились великие пророки. Теперь я понимаю, почему тебя избрали на эту роль. Чтобы последователи вели себя так, как ты желаешь, нужно будет провозглашать заповеди. Возвращайся в землю древней веры и ищи осколки скрижалей. Только на них можно начертать новые заповеди. Приколдес, приколдес. Так, что-нибудь можно забахать, кстати? Требуется одно откровение. Ну-ка. Давайте спальный мешок, наверное, или участок земли. А что там дальше будет? Фермерский набор. А здесь что? Могила. Хижина. Блин, ну и то, и то на самом деле, мне кажется, важно. Ну давайте мешок, ладно. Место, где последователь может переночевать. Собран наскоро, часто разваливается. Ну не знаю, ну давайте пока просто кинем. Я так понимаю, она все равно сломается потом, да? Пускай здесь пока будет. Допустим, один мешочек. Назначить. Так, ну первый у нас был Лекс Рус. Пускай он как бы первый занимает. Надо всем тогда построить, я считаю, да? Так, может вы и похавать хотите? Мясное рагу. Сытное мясное блюдо. Последователь отдает ценные материалы с вероятностью 25%. Так, ну пока что покормим, я думаю, ягодным джемом. Ничего страшного. А все, ну типа на земле и просто Кронос идет хавать. Питаться. С земли прямо, ну красава. Кто насрал? Антиценитария способствует распространению болезней в вашем поселении. Заболевшим нужно прописывать лечение, иначе они могут умереть. Лежа в постели, больные будут медленно выздоравливать. Неубранные экскременты, рвотные массы и трупы могут вызвать эпидемию в поселении. Чтобы предотвратить распространение болезней, регулярно проводите уборку и хороните мертвых. Так, у нас тут насрали. Повсюду, черт побери, надо убираться. Нам нужен уборщик срочно. Для нашего поселения. Желательно Капрофил. Чтобы он еще и кайфовал с этой работой. Так, ну что, пора отправляться в приключения, я считаю. Сейчас соберем камп. Да или Досов камп. И можно отправляться в чащу. Let's go. Опа, это что такое? Тесак отступников. Урон 2.4, скорость 0.5. Неостановимое оружие. Более медленный, но при этом мощнее, чем меч. Наконец-то я тебя нашел, у меня добрые вести. Тот, кто ждет, оценил твои успехи и решил открыть тебе одну из способностей короны. Теперь мы можем стрелять фаерболом. Теперь мы можем стрелять фаерболом. Фаерболом, который накапливается по мере сражения с безбожниками. И позволяет накладывать проклятие. Чтобы накапливать усердие, убивайте врагов и забирайте сферы. Понял. Пойдем крушить, ломать. Так, какие-то летающие тваряклы появились. Тихонько. Домой. Слушайте, ну мана, кстати, еле-еле копится на самом-то деле. Это вот только сейчас я смогу кастовать первый фаербол. Так, вы получаете сердечко. Слабое лекарство. Но это, я так понимаю, типа не максимум. То есть не добавляет половинку сердечка как максимум, да, хп? Вы видите все находящееся на карте. Добавляет? Ну давайте проверим. Да, это добавляет все-таки половинку сердечка, окей. Хорошо. Оно светится каким-то золотым цветом? По жопе. Получено ожерелье природы. Природная красота видна даже в щепке. Украшения, помогающие последователю собирать больше материалов. Супер. Итак, куда мы пойдем? Что такое сердечко? Это, видимо, хилища и штуковины. Что такое меч? Возможно, новое оружие или это просто сражение с кем-то? Последователь слева. Фак. Хотим ли мы нового последователя? В целом, да, но с другой стороны хочется пощекать, что такое новый... Что вот это за новый значок? Конечно, вы хотите. Естественно, вы хотите, потому что вы хотите стать этим сраным последователем. Но... Ладно, давайте пойдем сюда. Попробуем, как бы, купить так-то человека, что ли? Этого я, пожалуй, оставлю себе. Я проголодался. Мне нравится, как хрустят их косточки. Купить торгеры. 8. Скидка 85%. Берем. Аааа. Ааа. Смотри, что у меня есть. В лесах столько всего вкусного. Ооо, можно спиздить деньги еще. Ничего себе. Вот это да. Немного кэшбэка. Так, ну и теперь идем в меч. Украсть преданность. Сюда. Кстати, на новый... На новое вот это вот очко прокачки требуется все больше и больше преданности. Теперь же 29. Многие тысячелетия назад здесь обитали сонмы божеств и их адептов. Какая напасть обустошила эти земли? Увы, животным свойственно забывать, а божествам уходить в забвение. Может, они ушли? А может, уснули? Может, они поглощали и были поглощены сами? Уцелевшие же пустили корни, растянули паутину, возвели дома для себя и своих последователей. Когда-то этими краями правили десятки божеств. Сотни. Теперь же... Осколок скрижали. А в чем отличие? Ну, давайте возьмем центральную. Она выглядит как навершие, судя по всему. Ага, нет. Это боковая часть. Я могу взять все? Скрижаль. Вы собрали достаточно осколков, чтобы восстановить скрижаль? Скрижали позволяют вам провозглашать новые заповеди перед своими последователями. Собирайте скрижали и проводите таинство в храме, чтобы пополнять книгу заповедей. Звучит круто. Дар из-под земли. Вы можете получить синее сердечко при убийстве врага с вероятностью 10%. Жатва усердия. Вы получаете в 1.25 раза больше усердия. Слушай, а я возьму, наверное, дар из-под земли. Звучит прикольно. О, черт, меня задамажили. Меня только что задамажила какая-то засрака. Ты упорствуешь, крошка ягненок. В твоих словах ложь, в твоих мыслях страх. Далая корона вновь вернулась из небытия, но увенчала голову уничтожного создания. А, вот так вот, да? Кайф, смотрите, прохает обилка-то. Уже целое сердечко. А, билка-то прокает. А, окей, и все? Или что? Плащ и выстрел. Плащ и выстрел 2. Вы запускаете огненный снаряд, проходящий сквозь врагов. Зажав кнопку клавиши и отпустив ее на отметке, вы сделаете его взрывным. Интересно. Украсть. Ну да, вот какая-то трава выпадает. В целом, как бы, есть смысл и разрушать. Надо будет сейчас попробовать взрывным болтом стрельнуть. Давай сюда еще картишку. Божественная сила, скорость атаки повышается в 1.25. Найс. Для топората неплохо вроде. Вы наносите урон всему на поле боя при получении урона. Не, я беру скорость. Ну, заметно, заметно быстрее стало. Я только что зарезал милую белочку, и из нее выпал ошметок. Блин, а билка-то, смотрите, как хорошо работает. Здарова. Понял. Окей, этот парень уже поинтереснее. Виситца. Ого, он стал супер резкий. О, фэк. О, фэк. Успокойся. Ладно, это было уже поинтереснее. Конечно, мы возьмем чертеж. Получено тюк сена. Сухая скошенная трава, скатанная в тюк. Яйкс. Неплохо, я думаю. Чертеж пшена. Так, белочка, ты пойдешь на корм, ты в курсе? Твое мясо нам пригодится. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!